Пожалуйста, работал бы виртуально алтарь, созданный с музыкой и с картинами богов. Вся особенность, она связана с тем, что без участия, чувственного участия человека сделать что-то невозможно. Я, знаете, много лет пытаюсь обойти эту идею, но, к сожалению, ничего не происходит. Мне, я вынужден даже использовать личную или персональную энергию, даже для поддержания шумов. Вот люди шумы покупают у меня, и я каждый год ставлю программу для того, чтобы это было эффективным. Почему? Ну, без чувств никуда. Получается, если там нет чувств, то тогда ничего не происходит. Самая сильная энергия у человека — это энергия его чувств. И развивая такую энергию, развивая эмпатию у себя, развивая особенности управления сознанием, чувствами, душой, развивая баджарный котел, атман, у человека возникают в дальнейшем вот такие способности. Чем отличались самые великие мудрецы этого мира, которые показывали невероятные потенциальные, даже не фокусы, а проявления в своей жизни. Они были связаны с одним качеством, которое было у них над выражено перед всеми остальными. Девраха Баба, Шива, Сатя Сай Баба, Иисус Христос, Пайлот, знаменитые духовные наставники и так далее. Те, которые имели очень ярко выраженные способности, у них было одно качество. Они были невероятно, потрясающе, чрезвычайно, мега, фантастически добрыми людьми. Проявляя свою доброту вот таким образом, делая это максимально сильно. Максимально. При этом сам человек мог еле ходить, быть больным, ходить с палочкой, но в нем горела вот эта невероятная, потрясающая, талантливая, огромная человеческая внутренняя доброта. Что такое доброта? Доброта есть любовь, но дело в том, что их доброта, она была проявленная. То есть они ее проявляли, делали что-то для других людей. Они проявляли свою доброту в виде действия. Они просто говорили люблю и чувствовали. Чувствовать это не проявлять. Чувствовать это не проявлять.